Сегодня в выпуске Готовь сани летом, а телегу зимой. А вот что за осень надо успеть, расскажем сегодня вточнее. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Вот как раз с этого и начнем. В Тюмени приступили к массовой обрезке деревьев. Сначала специалисты стараются подровнять кроны, а после спиливают и старые сухие стволы. Вот только у жителей остается вопрос, почему деревья, которые уже в окна стучатся, службы стороной обходят, разбирался Александр Гришаков. Старый клён стучит в окно, вот только его приглашения на прогулку дорого обходятся. Разросшееся дерево мешает жильцам всего подъезда. Вы посмотрите, что делается-то. Вот это вот одно дерево, оно и на подъезд, и на окна. На втором этаже вот живут, они днем включают свет. Ну как это? У меня на четвертом этаже по окнам только так шум стоит. Сетки рвают. Люди написали в управляющую компанию, но дело Ростков так и не пустило. Теперь собираются жаловаться в Роспотребнадзор. Это ведомство может проверить уровень освещения в квартирах, измерить расстояние до дома и дать добро на снос. Гораздо проще. В Тюмени расправляются с сухими деревьями. Два месяца назад возле торгового центра упал один из клёнов. Теперь зачищают оставшийся сухостой. В зимний период деревья под толщей снега, и они могут упасть на проезжающие мимо машины. В Ленинском округе контракт на снос аварийных деревьев подрядчики уже выполнили. Спилили 230 старых тополей и клёнов. Но потребность все равно большая. Специалисты насчитали еще сотню потенциально опасных стволов. Их поставят в план следующего года. Не исключено, что за зиму список пополнится. Сразу обращаться в управляющую компанию с заявлением на снос этого дерева, если оно аварийное. Аварийным деревом в Тюмени считается дерево с наклона менее 45 градусов, сухое, суховершина, со слоением коры, с многолетними плодовыми телами. Но это как бы все в правилах благоустройства города Тюмени обозначено. Самовольно спилить дерево в городе нельзя. Мало того, что выпишут штраф до 100 тысяч рублей, так еще и заставят выплачивать компенсационную стоимость. А это еще до полумиллиона рублей. У администрации каждый пенек на счету. Но это не значит, что зеленое хозяйство может разрастаться во все стороны. Каждую осень и весну в городе глобально стригут тополя и придают форму кустарникам. В этом году большая стрижка запланирована на мысу, в Тарманах и Матмасах. Бока в городе обрезают только аварийные и потенциально опасные деревья. Те, которые угрожают пешеходам и автомобилистам. Формовочные обрезки приступят только после того, как опадет вся листва. Но это будет только в ноябре. Александр Гришаков, Андрей Захаров. Тюменское время. Без оценки экспертов ни одно дерево в Тюмени не снесут, даже если оно выглядит сухим и опасным. Об этом заявили в городской администрации. Разрешение на пересадку или сруб зеленых насаждений дают только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. При этом обязательно вырубленное компенсировать и желательно равномерно. На мой взгляд крайне важно соблюдение вот как раз либо выстраивание вот такого баланса, чтобы у нас не только в целом по городу была нормальная обеспеченность зелеными территориями, но и точечно в тех районах, где жителям собственно это нужно, чтобы в шаговой доступности была зеленая территория, зеленое насаждение. За первое полугодие 2016-го снесли 453 дерева, а посадили 889. О других коммунальных преображениях во дворах и о том, какая ответственность ляжет на Тюменский госуниверситет, узнаем в обзоре событий. Мои коллеги коротко о важном. Главная проблема многих тюменских дворов – потопы из-за обильных осадков. К такому выводу пришли в администрации города. В старых районах ливневку не прокладывали, поэтому при комплексном благоустройстве дворов этому уделяют особое внимание. На девяти объектах проложили ливневую канализацию и установили дренажные колодцы. В этом году у нас 891 погонный метр дворовых территорий охватывает отведение в централизованную ливневую канализацию. Это в части тех, которые мы благоустраиваем. Ни один двор у нас, если такая возможность есть, он не остается без водоотведения. Всего в этом году удалось привести в порядок 41 двор. Российская академия образования открыла в областной столице научно-образовательный центр. Это совместный проект с Тюменским госуниверситетом. Таким образом, уровень педагогической науки в регионе подрастет. Вся наша дальнейшая деятельность, деятельность каждого исследователя и каждого научного руководителя, опираясь на реальные прикладные площадки, получит просто новый толчок, новый виток. И вся наша работа по развитию системы образования региона получит какое-то новое осмысление. Всего в России таких центров будет 10, но Тюменский самый первый. По словам академиков, наш вуз наиболее подготовлен к такой научной работе. Опера «Христос» Антона Рубинштейна едет в Берлин. Оркестр Камерата Сибири и хоровая капелла Тюменской филармонии отправляются на гастроли. 12 лет назад руководитель коллективов и правнук знаменитого композитора нашел в Берлинской библиотеке партитуру, которая считалась утерянной. Опера уже звучала в Тюмени, Москве, Петербурге, Риге и Таллине. Если моя нервная система не выдержит, и я там умру прямо, то тогда я буду считать, что я уже завершился. Но если Бог мне дарует продолжение жизни, я думаю, что если это вызовет международный интерес, может, в каких-то фестивалях дальнейший путь. Девять тюменских врачей и терапевтов признаны одними из лучших в России. Минздрав составил рейтинг, в который попали 500 медиков со всей страны, а выбрали из них 46 с лишним тысяч специалистов. Так случилось, что все представители Тюменской области работают в поликлиниках областного центра. Причем Татьяна Дергачева, Людмила Рубан и Анна Ольденбург – коллеги по 12-й. Юлия Файзулина и Владимир Попонин работают в первой. Также лучшими признаны Анна Шумель – терапевт 17-й поликлиники, Ирина Журавлева из 5-й, Мария Петрова – поликлиника номер 3, и Ирина Мелещенко – поликлиника номер 13. Главную в областной клинической больнице номер 2 по детским носикам Надежду Ефимовну Кузнецову мамы хорошо знают. Спасибо, она слышит каждый день. Только жаль, что в ее отделение дети попадают с запущенными случаями. Начинается все с аденоидов, а заканчивается клейстером в ушах. Как не потерять не только обоняние, но и слух, уточнит моя коллега Ксения Волкова. Приоткрыт рот, не хватает воздуха, случаются отиты. Восьмилетний Максим с мамой чем только не лечились в поликлинике, а лучше не становится только хуже. Сын начал слова переспрашивать. Потому врач в первую очередь смотрит ухо. С помощью вращающегося эндоскопа добирается до перепонки. Вот это вот ретракция. Называется ретракционный карман формируется, не дышит полость. Там слизь стоит, эксудат. Снижение слуха из-за этого у детей бывает. Когда больше трех месяцев стоит. Эксудат, он бывает слизистый, сирозный, а бывает мукозный, как клейстер. Это все, что больше 12 месяцев стоит. У детей такая анатомия. Слуховая труба на одном уровне с носом. И любые выделения плавно перетекают в ухо. Плюс аденоиды. Они не дают Максиму дышать. В этом врач убеждается с помощью еще одного прибора. Ринофибра ларингоскопа. Просвета нет вообще. Когда у ребенка постоянно открыт рот, или периодически болят уши, капли не помогут, ничего не рассосется само по себе. Застой слизи в барабанных перепонках грозит полной потерей слуха или внутричерепным осложнением. Снижение слуха и остановка дыхания – это два основных показания к операции. Максиму она предстоит. В данной ситуации у Максима стопроцентные показания к аденотомии эндоскопической и проведению шунтирования. Что это такое? Это освобождение устья, глоточного устья слуховой трубы, чтобы аденоиды удаляем, чтобы вентиляция остановилась. Конечно, сейчас от дедовских методов под местной анестезией остались лишь воспоминания. Операция под наркозом с помощью эндоскопа занимает 5-10 минут. Но она показана не всем. Надежда Ефимовна сетует – мода сейчас пошла в платных клиниках, резать не дожидаясь, как говорится, перитонита – всем без разбора. Однако, если лимфоидная ткань разрослась на одну или две трети, а не закрыла просвет полностью, можно и нужно лечить. Но правильно. На ранних этапах простудные заболевания лечатся до конца. Ребенок должен выдерживаться дома. Не отправляться в садик, выдерживать домашний режим 10-14 дней. Конечно, не всегда получается это у родителей, но ребенок не должен страдать. После 6 лет лимфоидная ткань, защитив иммунитет ребенка, начинает уменьшаться. В большинстве случаев. Но если аденотомия все-таки предстоит, главное помнить – это хоть и быстрая, но операция с риском кровотечений. В день здесь выполняют 8-10 таких мешательств. И плановые уже расписаны до конца декабря. Ксения Волкова, Дмитрий Ларичев, Тюменское время. Тюменским поликлиникам не хватает площадей молодых специалистов и участковых врачей. Чтобы повысить доступность оказания медуслуг, активно начинают открывать кабинеты неотложной помощи и доврачебные. Опыт в других проектах решили взаимствовать у московских и волгоградских коллег. Это открытие медицинских постов, медицинских сестер. Когда непосредственно, ну это пилотный, так скажем, проект, когда непосредственно медицинская сестра, она готовит пациента к приему к доктору. То есть, когда пациент приходит к доктору непосредственно, он уже приходит с определенным набором исследований, и доктор может уже принять квалифицированное решение по данному пациенту. Кроме того, в ближайшее время планируется открыть филиалы основных поликлиник там, где население быстро прирастает, например, на Пермяково и в Торманы. Это точнее. Спасибо, что вы с нами. Строительство школ в новых микрорайонах Тюмени губернатор Владимир Якушев считает одной из приоритетных задач. Об этом он накануне говорил с министром образования Ольгой Васильевой. За пять лет школьников в Тюмени стало больше на 14%. Из них количество первоклассников выросло на четверть. Поэтому правительство региона рассчитывает, что ряд объектов войдут в федеральную программу по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Кроме этого, региону в ближайшее время предстоит уделить особое внимание обеспеченности местами в садиках малышей от полутора до трех лет, чтобы полностью устранить очередь. Владимир Якушев и Ольга Васильева обсудили также реконструкцию главного корпуса Тюменского госуниверситета и ремонт общежитий индустриального университета. А вот куда точнее, на кого пойти учиться после школы рассказывают уже в младших классах. Межрегиональный центр компетенций даже определил 50 самых востребованных профессий. Какие уже проверены на себе, расскажет Ирина Канева. Как из круга, из квадрата, из прямоугольника. Сделать пончо, пользуясь при этом только ножницами. Меня сегодня удивило то, что можно шить не сшивая. Просто порезать ткани, все. На трудах мы обычно готовим. Уловки портных, как введение в курс шития и кроя. Чтобы карьера была успешной, с профессией лучше определиться еще в детстве. Сделать правильный выбор тюменским школьникам помогают специалисты Межрегионального центра компетенций. Сейчас у нас профориентация рассчитана на раннюю профориентацию. Видите, что у нас 5-6 классы. Дальше у нас запланированы мероприятия с 9-11 классами. Для того, чтобы обучать по профессиям, топ-50 востребованы на рынке труда. Межрегиональный центр компетенций основан на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса. Выездные мастер-классы для школьников проводят преподаватели и лучшие студенты. В этот раз, кроме профессии швеи, подростков познакомились со специальностью парикмахер. Все у нас женщины от маленькой до большой хотят быть красивой, это естественно. Профессия парикмахера была всегда востребована, она и будет востребована. То есть она и на рынке востребована. Парикмахеров хороших, квалифицированных специалистов никогда не хватает на рынке. То есть кто-то уходит, кто-то не выдерживает, кого-то не хватает терпения или еще чего-то. Со слов учителей, хватит ли терпения ученика в будущем, можно проверить еще на начальном этапе, если доверить плести косу. С детства раздевалась такой, что заплетала всех подряд. У меня есть сестра, которая заплетала каждый день. И просто у меня получается так вот, с детства талант. Поэтому я хочу очень стать профнофером. Направление для профориентирования школьников расписано до конца года. В следующий раз подростков познакомят с технологией приготовления пищи и расскажут, как здорово работать в сфере обслуживания. Ирина Канева, Сергей Кондаков, Тюменское время. А ученики физико-математической школы уже знают, с какой профессией свяжут свою жизнь. Более того, результаты их трудов в ближайшее время могут стать с мировым инженерным прорывом. Педагоги вместе с детьми уже научились управлять предметами с помощью мысли. Овладеть телекинезом смогла и Анастасия Ализаревич. Я выбираю датчик, тот, который мне нужен, необходим, вставляю вовнутрь иголочку, вот я уперся и нажимаю. Здесь фокус в нейрошлеме на голове, точнее в монополярных электродах. Максим Сусоев, педагог физико-математической школы, учится сегодня наравне с учениками. Секреты технологий презентует Александр Зонов. Он научный сотрудник московской компании «Неработикс», которая открыла удивительный способ управлять предметами силой мысли. Свои разработки они уже демонстрировали Владимиру Путину, а недавно вернулись с победой соревнований в Швейцарии. В Тюмени всего два дня. Программа сделана таким образом, устроена таким образом, что ею можно быстро владевать. То есть за 15-30 минут человек обладевает. Когда я концентрируюсь, то мой рыцарь идет вверх. Когда я расслаблена, то он идет влево. Это не фантастика, а реальность. То, что многие видели только в фильмах Джеймса Кэмерона, семиклассница Катя Кудрявцева делает на наших глазах. Настоящий телекинез. Не прикасаясь руками к клавиатуре, только силой мысли девочка двигает по лабиринту на экране рыцаря. Задача дойти до принцессы, не напрягая ни одной мышцы тела. Это мой первый опыт. Первый раз что-то подобное вообще происходит со мной. Я тоже решила попробовать управлять виртуальными предметами силой мысли. Надо сказать, мгновенно расслабиться или сконцентрироваться невероятно сложно. Способность уметь управлять своим состоянием пригодится в жизни всем. Школьникам поможет мне нервничать у доски взрослым на конференциях. Но это далеко не все, где можно использовать эти навыки. Без пульта квадрокоптер Александр Зонов запускает тоже силой мысли. Поворот и посадка. Каждое действие зависит только от его состояния. Чтобы это смог повторить каждый ученик, школа приобрела сразу пять тренировочных комплектов нейроинтерфейса. У нас поддерживает департамент образования и науки Тюменской области. И те средства, которые у нас выделены на это, поддерживает он нас. Кстати, Александр Зонов привез в Тюмень еще и антропоморфного робота. Вместо глаз у него камеры, а мимика лица почти как у человека. Уже в скором будущем ученики физмашколы смогут сами моделировать таких андроидов. Анастасия Резаревич, Александр Зосимов, Тюменское время. От умственной нагрузки к физической. Проект спортшколы в Тюмени реализуется уже не первый год. На базе образовательных учреждений дети уже освоили 13 видов спорта. А это дзюдо, скалолазание, бадминтон, теннис, а теперь еще и спортивная гимнастика. Подробности у моих коллег. Выдержала все, не торопясь. Ножки тяни сильнее, носочки. Этот спорт не только красивый, но и сложный. Уже 33 года Ольга Чукреева учит девчонок и мальчишек садиться на шпагат, делать колесо, элементы на бревне и перевороты на брусьях. Она сама имеет разряд по спортивной гимнастике. И хотя Ольга не тренер олимпийской сборной, учеников нацеливает только на высокие достижения. Мы выступаем на городских соревнованиях школьников между всеми школами. И на протяжении 33 лет являемся призерами. То есть занимаем либо первое, либо второе, либо третье место. В том году мы первое место заняли по городу. 6, 2, 3, 7, 8. Раньше гимнастикой с ребятами Ольга Чукреева занималась после уроков, а теперь во время. В 32-й школе с этого сентября олимпийский вид спорта поставили третьим уроком физкультуры для всех начальных классов. А с ноября в рамках проекта «Спортивная гимнастика в школу» он появится в расписании других гимназий и лицеев. Поэтому их педагогам мастер-класс в самый раз. У нас не стоит задачи, чтобы из этих детей послезавтра мы отобрали будущих чемпионов, хотя этого тоже не исключают. Все-таки это для того, чтобы массово дети занимались спортом. Это правильная осанка, это моторика, это развитие позвоночника. Спортивной гимнастикой можно заниматься уже с трех лет. А главное, она служит базой для многих других направлений. От волейбола до футбола. Именно поэтому в городском департаменте по спорту и молодежной политике проект поддержали, а школам обещали помочь с инвентарем. «Конь по спортивной гимнастике, ну такой фирменный, как это говорят, порядка 300 тысяч стоит, поэтому вы понимаете, насколько это торгостоящее. Но в то же время, конечно, здесь при поддержке в том числе и депутатского корпуса мы будем возможность изыскать для того, чтобы максимально модернизировать материально-техническую базу». Проблем со специалистами, обещают, тоже не будет. В Цюмине на базе школы Олимпийского резерва номер один за 60 лет вырастили десятки мастеров спорта. Есть и свои чемпионы России. Планируют в городе построить и специализированный гимнастический дворец. Наталья Жукова, Анастасия Лизаревич, Алексей Безделов. Тюменское время. В Иутровске готовится к большой премьере. В городе Декабристов откроется кинотеатр «Юбилейный». Здание уже 49 лет и три последних года оно пустовало. Но местный предприниматель решил возродить киноискусство. В рамках частного государственного партнерства администрация города передала ему помещение в аренду. Оборудование предприниматель купил за счет средств, которые выиграл в конкурсе фонда кино. Мы подали заявку. Из большого-большого-большого количества участников мы выиграли. Мы единственные в Тюменской области, кто получил грант 5 миллионов. И мы смогли купить самое современное кинооборудование. В кинотеатре уже состоялся пробный показ трейлеров. Мэр города Вячеслав Смелик к качествам картинки остался доволен. Интерес к кино и к тем, кто его снимает, сейчас огромный. Тем более, что нынешний год в России ему посвящен. Между тем, одна из самых знаменитых в советское время фабрик грез от нас совсем недалеко. Свердловская киностудия славилась прежде всего как мастерская документалистики. Но и более близкими к зрителю жанрами занималась. С самых больших киновысот достигла «Корова» мультфильм режиссера Александра Петрова. Вот на 1990 году он именировался на «Оскар». А потом скандалы с разделом имущества. И какое теперь Свердловское кино увидела Дарья Власова. Фильм «Северный вариант» снимали в 20 километрах от Тюмени. В 70-е годы на буровой вышке в селе Успенка обучали будущих разведчиков нефтяных недр. Туда же приехала и съемочная группа Свердловской киностудии. В Тюмени много работали, потому что снимали два художественных фильма, еще казачьи были. А много снимали фильмов. Там был «Корпунт» в Тюмени, «Корпунт» Свердловской киностудии. Работал постоянно и жил там все время постоянно. Оператор круговых, который снимал все о жизни Тюмени. Видеоматериал привозили на киностудию, там его монтировали и потом показывали почти по всей России. Киножурнал «Советский Урал» демонстрировали в кинотеатрах перед началом фильма. Правда, на самой Свердловской киностудии архивы его не сохранили до наших дней. Пленки были слишком громоздкими. Вот в этой коробочке всего 10 минут изображения на экране. Свердловскую киностудию создали в 43-м году, но даже во время Великой Отечественной войны творческий процесс не останавливался. Первый художественный фильм, снятый за Уралом, «Музкомедия Сильва». В советское время здесь снимали около 10 игровых картин в год. А сейчас Свердловская киностудия производит в основном рекламу и иногда сериалы. А павильоны задействуют для выставок, дают в аренду. И вот сейчас здесь, в самом большом павильоне, проходит фестиваль дизайнеров. И можно, к примеру, приобрести одежду. Так что от той киностудии, которая выпустила 200 художественных и 100 мультипликационных фильмов, осталось немного. Сегодня в стенах кинофабрики намного чаще, чем съемки, проводят экскурсии. О бывших цехах – частные видеостудии. Кроме того, есть коммерческая школа, где обучают будущих киношников. Я отчасти с вами согласен, да. Павильон предназначен не для рынка дизайнеров, но. Это с одной стороны. А с другой стороны, нечего ему простаивать. В советское время кино художественное и научно-популярное, оно снималось по плану. Сейчас же этого плана нет. И поэтому я считаю, что большая часть работ, которая производится здесь, на Свердловской киностудии, она просто к широкому зрителю не видна. Последняя игровая картина уральской кинофабрики «Золото» с Сергеем Безруковым вышла в 2012 году. Обнадеживает одно, Свердловская студия все еще остается творческим кластером, который объединяет десятки талантов. И каждый мечтает, что его фильм все-таки дойдет до широкого зрителя. Дарья Власова, Александр Изосимов, Тюменское время. На сегодня это все. Не забывайте улыбаться и только хороших вам новостей. До свидания. Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов немецкой моды.